Открывают ли счета иностранцев в турецких банках? Какие для этого нужны документы? С вами Кристина Изолани и сегодня мы узнаем для вас всю актуальную информацию на эту тему. На сегодняшний день Государственный банк Вакрыв работает с иностранцами, по-прежнему продолжает открывать счета и принимать свифт-переводы. Для открытия счета в этом банке вам потребуются вот эти документы и 3700 турецких лир. Еще один коммерческий банк Кюенли не работает с иностранцами, не открывает счета. Коммерческий акт-банк также не открывает счета для иностранцев. Коммерческий банк Кюветюр открывает счета всем иностранным гражданам и тем, у кого есть ВНЖ в Турции, и тем, у кого его нет. Более того, они даже дают кредиты на квартиры, то есть ипотечное аккредитование. Подход в этом банке, как всем, индивидуальный, все нюансы зависят непосредственно от вас. В коммерческом банке Денис открывает счета всем иностранным гражданам, независимо от того, есть у вас ВНЖ или нет. Список документов вы можете посмотреть здесь, это необходимо вам для открытия счета. Хочу сказать важный момент, что Денис Банк это единственный банк, карта которого мультивалютная. То есть, будучи где-то в Европе, с вашей мультивалютной карты будут вписываться именно евро, а не лиры, конвертироваться в евро и так далее, и так далее, где вы будете потерять лишние денежки. То есть, есть хороший плюс. Коммерческий банк Гарантий на сегодняшний день не открывает новые счета гражданам стран, участвующих в военных конфликтах. Но если вы гражданин, например, европейской какой-то страны, то для вас понадобится вот этот вот список документов, и вам откроют счет совершенно бесплатно. ИНГ-банк на сегодняшний день не работает с иностранцами, не открывает счета никому. Второй день, не покладая рук и ног, ходим по банкам, узнаем для вас самую актуальную информацию. Итак, сегодня мы начинаем в банке Zerat, который помнится, год назад здесь с 6 утра выстраивались очереди из иностранцев, желающих открыть счет в этом банке. Сейчас ситуация поменялась. Почему? Да, счета по-прежнему открывают, но они берут в залог 10 тысяч евро на 3 месяца. И это немного отпугнуло отсюда иностранных вкладчиков. Друзья, давайте подведем итоги этих двух дней. Мы прошли немало банков, нашли 4 банка, которые открывают счета для иностранных граждан, и даже один, который дает ипотечные кредиты иностранцам. Сэкономили вам кучу времени, заслуживаем лайк. Итак, 4 банка открывают счета иностранцам. Это Денисбанк, Вакювбанк, Зераткотовымбанк и Кветтюрбанк. Последний даже дает ипотечные кредиты. Но все условия крайне индивидуальны, что по кредитам, что по открытию счетов в банках. Что я имею в виду? По нашим данным, например, в той же Анталии, это всего 200 километров от нас, совершенно отличные условия по открытию счетов в банках. Я думаю, если вы поедете, например, в Коню, то там тот же самый Вакювбанк может не взять вас денег за открытие счета. Поэтому информация в этом видео актуальна для Алани и для мая месяца 2023 года. Может быть, через месяц ситуация кардинально изменится, и мы будем держать вас в курсе. Поэтому не забудьте подписаться. Спасибо. 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 Спасибо.